МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"18 часов в Ярославском регионе". В эфире первого ярославского программа День событий. В студии работает Светлана Доброхотова о главном прямо сейчас. Ярославский областной суд поставил точку в деле отстраненного мэра Евгения Урлашова. Приговор вступил в законную силу. Муниципалитет запускает процедуру по избранию нового градоначальника. Ремонт в хирургическом отделении больницы имени Семашко закончен. Сегодня проверить работу отправилась делегация из областного правительства. Какие нововведения ждут пациентов? Расскажем. Деньги клиентам банка-банкроты начнут выплачивать в конце января. Булгарбанк лишен лицензии. Где можно вернуть вклады? Ярославский областной суд поставил точку в деле Евгения Урлашова. В здании на улице Советской сегодня огласили решение по апелляционной жалобе на приговор отстраненному мэру. Все подробности у Георгия Колчина. Областной суд оставил без изменения приговор Евгению Урлашову. Напомню, в августе прошлого года Кировский районный суд за получение взятки и покушение на получение взятки приговорил отстраненного мэра к 12,5 годам колонии строгого режима. Сторона государственного обвинения с таким решением была согласна. Я, например, возражал против удовлетворения всех апелляционных жалоб и считал все доводы необоснованными. Отметим, что после сегодняшнего решения областной инстанции приговор в отношении отстраненного мэра вступил в законную силу. Скорее всего, в ближайшее время Евгений Урлашов будет переведен из СИЗО в колонию. Куда именно, пока неизвестно. Защита Урлашова снова намерена обращаться с жалобами. Следующая инстанция, это конституционная инстанция, куда будет подана жалоба после того, как будет готова это постановление. Добавлю, что без изменения остается приговор и бывшему советнику Евгению Урлашову Алексею Лопатину. Он получил 7 лет колонии строгого режима. Также без изменения осталось и решение Кировского суда в отношении Дмитрия Донского. Он был полностью оправдан. Дергий Коучин, Сергей Мазилов. После вступления приговора в силу формулировка «отстраненный мэр» меняется на «эксмэр». Стать новым градоначальником может любой желающий. Но запустить конкурсную процедуру по избранию должен муниципалитет в течение 15 дней после вступления приговора в силу. В рамках отбора будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители областной власти, общественные палаты, городские парламентарии и сотрудники фонда содействия развитию Ярославля. Отмечу. Кандидат на должность мэра должен быть старше 21 года, иметь высшее образование в сфере экономики, финансов, юриспруденции или инженерного дела. А в его трудовой должен быть опыт работы в таких сферах, как государственное или муниципальное управление. Обязательным условием также является отсутствие судимости. Ярославской городской больнице имени Симашко завершился капитальный ремонт хирургического корпуса. Работы здесь велись с 2011 года. В общей сложности на обновление и техническое оснащение было потрачено почти 190 миллионов рублей. В каких теперь условиях будут лечиться пациенты, оценила съемочная группа Первого Ярославского. Обновленные стены, потолок, окна, новые перила. Сложно представить, что мы находимся в здании, построенном в конце позапрошлого века. О той эпохе напоминает разве что вот эта плитка. Ей более 130 лет. Она, как и это зеркало, ровесники хирургического корпуса больницы имени Симашко. Оставленный после капитального ремонта для истории. Ирина Шелик работает в Симашко более 40 лет. И каждый день к ней на рентген приходит по нескольку десятков пациентов. Признается в таких комфортных условиях, а работать еще не приходилось. Современное оборудование, оно облучение для пациентов резко уменьшило. Оно, конечно, сохраняет здоровье и сотрудникам по сравнению с тем, что это было раньше. Это вовсе не фокус. Как может показаться на первый взгляд, просто фотоэлемент автоматически открывает дверь, чтобы хирург, выйдя из операционного отделения, лишний раз не касался ручки двери. И здесь все тоже оборудовано по последнему слову медицинской техники. Сегодня обновленный корпус больницы проинспектировал первый заместитель председателя областного правительства Виктор Костин. Оказываются, в принципе, все виды эндоскопических манипуляций, обследования, операции. То есть, все это где-то около больше двух с половиной тысяч эндоскопических манипуляций в год. Отделение эндоскопии, две операционных отделения реанимации, а еще рентгенологическая и лабораторная службы. Все это позволяет оказывать доступную, а главное, качественную медицинскую помощь населению. Модернизация системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития Ярославской области, не раз отмечал глава региона Дмитрий Миронов. Поэтому, по словам Виктора Костина, в ближайшем будущем хотелось бы, чтобы все экстренные медицинские службы оказывали помощь в таких же современных условиях. Предстоит еще очень много сделать, и, может, такие отделения нам в этом помогут. Мы, конечно, другие шаги в этом отношении предпринимаем. Для того, чтобы больше молодых врачей приходило в больницу, больше, так скажем, у нас был вот этот вот кадровый подпор, но и молодые врачи в таких условиях быстрее взрослели. Продолжает обновляться и автопарк скорой помощи. И уже завтра эти 10 новеньких УАЗов отправятся на вызовы в разных районах области. Проводите, поезжайте. Спасибо. В консервиры едете. Ну, мы пораньше постараемся. Лучше этой машины пока ничего не придумали для села. Это уже второй транш 27 автомобилей наша область получила еще в прошлом году. Машины оснащены по всем стандартам оказания медицинской помощи. Они специально предусмотрены для районов с труднопроходимыми, соответственно, дорогами. Отметим, что новые машины закуплены за счет средств федерального бюджета. Владимир Литуновский и Денис Сахаров. День в событиях. На ярославских вокзалах багаж пассажиров будут досматривать как в аэропортах. Так называемые интероскопы установят на железнодорожных станциях Ярославль-Главный и Московский. Это рентгенотелевизионное оборудование позволит бесконтактно досматривать предметы в дорожных сумках пассажиров. По нашей информации, приборы уже закуплены и находятся в Ярославле. Их монтаж начнется в ближайшее время после оформления всех необходимых документов. Меры безопасности на ярославских вокзалах усиливаются в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Областной центр станет тренировочной базой Мундиаля. В регионе ввели переходный период на новую систему оплаты ОДН. Напомним, с февраля по постановлению правительства страны ярославцы должны получать квитанции за коммунальные услуги без строки общедомовой нужды. А суммы по ОДН перераспределят между ремонтом и содержанием жилья. Считания будут превышать установленный региональными властями норматив. Все, что сверх него, должны оплачивать управдомы из собственных средств. Управляющие компании выступили против нововведения из-за сложного финансового положения. Все эти вопросы рассмотрели в областной думе. В итоге было принято решение ввести на полгода переходный период. Деньги клиентам банка банкрота начнут выплачивать с 30 января. Стали известны конкретные сроки по страховому возмещению вкладчикам Булгарбанка. Об этом сообщает Ярославское отделение Банка России по ЦФО. Напомним, Центробанк России отозвал право на работу с клиентами и приостановил деятельность головного офиса Булгарбанка, находящегося по проспекту Ленина. По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организации и федеральных законов, а также использованием недостоверных отчетных данных. Отмечу, что Булгарбанк является участником системы страхования вкладов и отзыв лицензии влечет за собой возмещение средств клиентам в размере 100% остатка, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей на одного вкладчика. Продукты питания, сувениры исключительно ярославского производства. Сегодня в Ярославле на площади труда начала свою работу Ярославская ярмарка. Напомню, специально для этого сюда, по поручению главы региона Дмитрия Миронова, перевезли деревянные шале, которые радовали ярославцев и гостей города все новогодние праздники на Советской площади. Ярославская ярмарка будет работать целый месяц, ежедневно с 10 утра до 19 часов. Во-первых, свежая, во-вторых, более-менее качественная, я считаю. Нормально, очень даже хорошо. Удобно, особенно когда некоторые после работы едут или кто-то здесь живет, гуляет, например, с детками. Ну, удобно, я считаю, что это правильно, удобно. В Ярославской области будет создан первый в стране батальон юноармии. Об этом заявили в Тутаеве, где сегодня приняли присягу 27 кадетов 4-й школы. Напомню, всероссийское военно-патриотическое общественное движение возродилось именно на Ярославской земле. И сегодня пользуется большой популярностью у молодежи. Как изменится жизнь новоиспеченных юноармейцев, расскажет Александра Панкратова. Анастасия – воспитанница кадетского класса 4-й Тутаевской школы. В свои 16 лет к жизни по уставу привыкла. С будущей профессией определилась. Только карьера военнослужащей. Сегодня девушка сделала важный шаг к заветной мечте. Анастасия и 26 ее товарищей вступили в отряд юноармии. Мне самой нравится военно-патриотическое воспитание. Я считаю, что лучше больше времени уделять воспитанию, чем просто глупо проводить время. Родители, ну, они вообще не против, они за это. Им очень нравится то, что я занялась этим делом. И вообще они рады за меня. Почетный статус, форма отличия и своя комната юноармейца. Оформление выбрано не случайно. На стенах – символика юноармии. Орел, подобный тому, что на гербе России, и звезда – символ вооруженных сил Российской Федерации. Здесь ребята будут готовиться к соревнованиям с другими отрядами области и страны, а также волонтерской работе. Планы на будущее более чем грандиозные. На базе юноармейских отрядов Ярославской области мы создадим батальон юноармейский. Он первый будет в России. Вы заметите, Ярославль везде первый. Мы первые приняли клятву юноармейца. К нам к первым самым приехал министр обороны, вручил флаг юноармейский нашим юноармейцам. 185 человек. Таков состав Ярославской областной юноармии на сегодня. В ближайшее время отряды откроют в Угличе, Переславле и Рыбинске. Интерес к этому общественному движению со стороны молодежи огромный. Александра Панкратова, Олег Лушников. День событий. Это еще не все новости сегодня. Итоги дня подведем в большом вечернем выпуске программы День событий ровно в 19.00. Не переключайтесь, оставайтесь на Первом Ярославском. Субтитры подогнали Симон.